Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Прежде чем начать этот фильм, я хочу поблагодарить за помощь каналу Игоря Васильевича И, Ирину Владимировну С, Сергея Меньшова, Валентину Аркадьевну. А также я хочу поблагодарить всех вас за вашу поддержку, за репосты, за ваши интересные комментарии. И начну я с предыдущего фильма про Допотопные Сталинки в районе метро Университет Москвы, улица Строители, так как этот фильм также будет посвящен Допотопным Сталинкам, то есть не сталинским Сталинкам, но только другого района, района Марфина. А вот комментарии от Татьяны Деминой. Кстати, я знаю Татьяну Демину, она приходила на наши прогулки по Допотопной Москве и очень много добавляла интересных комментариев, потому что Татьяна старейший житель Москвы, давно здесь живет, коренная жительница Москвы, очень много знает и самое главное, что она профессионал и она интересовалась всегда историей Москвы. Здравствуйте, Татьяна, и вот ваш комментарий. Строители 4, это были гаражи. Это вот как раз вот про этот объект, который я предположила, что он мог быть не просто сталинский, а может быть он был какой-то едопотопный. Там действительно были гаражи, а на крышах гаражей был сад. Я туда ходила с коляской сыном дышать вишнями. Вот как интересно, вот на крыше этого помещения, чтобы был сад, нужно, чтобы там был, ну, хотя бы, не знаю, полметра культурного слоя, а то и больше где-то, не культурного слоя, плодородного слоя, а то и больше где-нибудь в районе метра, чтобы корни деревьев нормально себя чувствовали и деревья не падали, то есть корневая система должна быть. В конце 80-х сад уничтожили. В корпусе 4 окна, как вы говорили, закопанный цокольный этаж, там был детский сад 1000. Из цокольного этажа вход был в подвал технический, а вот из технического подвала был вход в еще один подвал, но туда нельзя было входить. Этажа три вниз точно. В пятом корпусе жил Зиновий Герт. Там тоже были подвалы, но обычные. В других корпусах я не была. Вот видите, какое интересное дополнение. Так что это очень даже непростой район. И зачем бы таким вот просто сталинкам вот эти три этажа вниз точно, помимо обычного еще цокольного как бы этажа, технического этажа, еще минус три этажа. Вот какие интересные дополнения. Благодарю, Татьяна. Еще раз вас приветствую. Еще один комментарий интересный, на мой взгляд. Мой папа и я родились в старинном богатом купеческом городке на высоком берегу реки Оке. Ела тьма. Ела тьма. Вот тьма чего-то. Елы. Может быть это ель. Может быть елей тьма. До революции в ней было семнадцать церквей. Или чем они были? Ну действительно, очень много и сейчас старинных зданий. Раньше это был даже Кремль, который посещал Петр Первый. Но непонятно и нигде не пишут, почему он исчез. Количество жителей сейчас три тысячи. Так вот, папа рассказывал, что после военные годы они с пацанами лазили по подземным ходам. Некоторые вели к реке, некоторые в город. Сейчас все засыпано и никто даже не пытается изучить их. И вот она эта ела тьма. И множество раз я в своих фильмах говорила, и не только я, очень многие блогеры говорили, что даже под небольшими вот поселками, селениями, деревнями могут быть подземные ходы, которые ведут непонятно куда в какие-то усадьбы, из церквей. Но вот под церквями вот эти подземные ходы. Ведь эти подземные ходы могли быть связаны и с другими городами. И вести не только где-то вот в местечковом, но и дальше, дальше, дальше. И быть связаны со многими городами. Вот это место. Вот Касимов, Муром, Владимир, Москва, Нижний Новгород. И дальше здесь и Тамбов, и Липецк, и Воронеж, и так далее. И Старый Оскол. Кто знает, возможно, под землей находится целая сеть таких подземных тоннелей и транспортных путей сообщений. Об этом у меня будут следующие фильмы. А сегодня мой фильм, сегодня я для вас сняла, ну вот ездила специально показать, потому что идут разрушения, разрушает Старый квартал Допотопный. Допотопные Сталинки, так называемые, это противоположный район Москвы, это северо-восточный округ Москвы Марфина. И что же она у нас там закрывает? Сейчас пойдем посмотрим. Начинаю я с района Останкино, Ботаническая улица. Иду вдоль Ботанической улицы. А слева от меня это был научно-технический институт. А сейчас это ООО «Концерн Автоматика». Криптография. Вот более 70 лет история российской криптографии неразрывно связана с деятельностью концерна «Автоматика». И вот за серыми такими невзрачными зданиями советской эпохи 70-х годов выглядывает очень интересное, красивое здание. Что же это за здание? Но об этом будет позже. Сейчас я хочу обойти весь этот квартал, показать его, потому что его уже ломают и скоро мы его не увидим. Я хотела заснять, успеть это все заснять. И сейчас мы пойдем вот вдоль Ботанической улицы. Что я хочу сказать. Я заметила, изучая Москву, многие разные районы, я заметила, что старинные здания некоторые как бы прячут. По этой улице это все допотопные кварталы. И здание это Сталинки тоже построено на старых допотопных кварталах. Ну и сейчас за забором мы, конечно, это не увидим. Рядом с нами Ботанический сад. Якобы в 19 веке, ну в середине 19 века, в конце 19 века это все была глубокая окраина. Ничего здесь не было. Одни деревянные донишки. Но это не так. Это не так. Вот я прошла главный вход Ботанического сада. И пойдем дальше посмотрим. И вот он целый квартал. Дальше продолжаются эти столяны, которые стоят на допотопных фундаментах. Я несколько лет назад объезжала этот район, делала снимки. Надо будет найти в своих папках. Это будет очень интересно посмотреть и сравнить. Вот сейчас их ломают. Этот дом еще нет. А вот следующее здание уже ломают. Это были гостиницы. Это были гостиницы, которые строили и застраивали вот в этом районе очень много этих гостиниц. Специально для строительства для ВДНХ и Ботанического сада. Но особенно это послевоенное строительство, когда сюда приезжало много людей, для того чтобы учиться восстанавливать сельское хозяйство и нести культуру массы. То есть это было лучшее место. Показаны самые лучшие сельскохозяйственные культуры. Деревья, растения, хлора, фауна. Вот они наши знаменитые сталинки, которые однозначно стоят на старых фундаментах. Здесь еще нет центрального отопления, потому что вот они трубы котельных. То есть трубы поставлены, кирпичные. Здесь много таких домов в этом районе. Фактически эти дома автономные по теплоснабжению, по крайней мере. В принципе они могли быть автономны и по водоснабжению, потому что во многих кварталах Москвы были артезианские скважины. Аллеи ботанического сада, там теплица, не видно очень за деревьями. Ну вообще здесь конечно красота. Все это было создано во время правления Сталина. Конечно здесь когда-то видимо это все было, но оно было погублено вот этой самой глиной. Потому что здесь такая же глина, такие же метровые слои глины, как и во всей Москве и в других городах. Ну вот ломают все это дело. Немного официальной истории. Прабабушкой района Марфина стала одноименная деревня, известная с 16 века. Самый ранний из сохранившихся документов, где упоминается деревня Марфина. Межевая грамота Московского Богоявленского монастыря 1560 года. Но это не факт, что это не было ранее. Просто сохранился документ именно с этого года. А более ранние могли и не сохраниться. В любом случае это время Ивана Грозного. После смутного времени ее пожаловали князю Пожарскому. В те годы, в эпоху Ивана Грозного, деревня Марфина принадлежала древней московской обители вместе с соседним селом Вильяминова, которое позднее стало Владыкиным. Интересно, что не раз меняя владельцев, деревня Марфина всякий раз переходила к Богоявленскому монастырю, основанному в 14 веке недалеко от Кремля при святом благоверном князе Данииле Московском. Сейчас от монастыря остался красивейший Богоявленский собор напротив станции метро Площадь Революция. В 1595 году игумен Иосиф обменял Марфина на соседние земли и у деревни появился новый владелец князь и боярин Дмитрий Иванович Шуйский, младший брат Василия Шуйского, ставшего впоследствии царем. В смутное время оба брата попали в польский плен, а Марфина в 1619 году новый князь Михаил Федорович Романов пожаловал знаменитому князю Дмитрию Пожарскому. Но когда из Польши возвратился сын Шуйского, Иван, в отчину ему вернули. Так что вот далее я слово дал, я слово назад взял. Я силу дал, я силу назад взял. То есть побыл у Пожарского и хватит. Надо передать Шуйскому, который из Польши вернулся. То есть мы понимаем, вот то, что и Пыжиков историк говорил, Александр Владимирович, что Польша и вот эта польская Украина, она у нас там главная становится у Романовых, наследников Романовых. Так вот. Впрочем, наследников у князя не оказалось и в 1637 году он передал земли Богоявленскому монастырю. Опять же, что здесь еще интересного? В середине 19 века здесь в четырех верстах от крестовской заставы была уже не деревня, а сельцо Марфина Слободка. Так писали в 1852 году. Числился тут 21 крестьянский двор, жили 61 душа мужского пола и 74 женского. Ну, то есть тишина здесь была. Вот как бы в середине 19 века до Крымской войны здесь вот всего лишь 21 крестьянский двор нам пишут. Новая страница в истории деревни Марфина открылась в 1884 году созданием здесь насредства монастыря Александра Мариинского приюта для мальчиков-сирот. Вот это вот то, что я вам показывала, вот это здание, которое еще мы посмотрим. Детей священнослужителей. Вот эти вот сироты, приюты сиротские, очень интересно. При нем открыли школу, где воспитанники осваивали столярные и переплетные ремесла. Учили их также церковному пению, готовили псаломщиков и регентов, и даже игре на скрипке. В 1885 году в приюте осветили домовый храм в честь иконы Божьей Матери «Утолимая печали». Ну и дальше про эту марфинскую шарашку, потому что это была шарашка, дальше мы скажем чуть попозже. Так, название здесь «Экоквартал», офис продаж застройщика, крылатые спортивные площадки. Но здесь, я не знаю, удастся ли мне здесь пройти, все перекрыто, грязь после дождя. Придется идти мне на другую сторону улицы. Специально для меня солнце освещает оставшиеся кварталы, здания. Да, везде там есть глубокие подвалы. Зато вот отсюда стала видна теплицу большую ботанического сада. Умный дом тут будет. Двухуровневое озеленение. Но, может быть, это будет хорошо. Здесь я решила зайти в квартал, во двор. Какое-то здесь заведение за колючей проволокой. И дворы старые. Сели они, стоят на старых фундаментах. Вот конкретно эти дома. Не факт. Не факт. Но кое-какие стоят однозначно. Я иду дальше. Подвалы у них есть. Были ли это полноценные подвалы, этажи либо закрытые, либо это просто так оказалось. Сокольное даже подвальное помещение. Потому что вот вентиляцию небольшую сделали. Возможно, за этим скрывались окна когда-то полноценные. Сейчас посмотрим дальше. Другие дома сейчас посмотрим в этом районе. Этот дом нет. Как бы обычный. Хотя здесь нет полноценного цоколя. Опять-таки, тоже не факт. Маскировочка такая может быть. Но, хорошо. Не будем этот дом брать во внимание. Вот с этим домом тоже вопросы большие. Это не стопроцентное доказательство. Следующий дом уже с полноценными приемками. Сейчас еще раз пройду по двору. Так что, вот такой низкий цоколь, он может скрывать приемки. Он может скрывать подземные этажи. Просто они закрыты. Они есть однозначно, но не закрыты. Вот здесь даже в советских времен остался бассейн. Ой, бассейн. Вот с этой стороны он уже пристроен к старому допотопному зданию. Ну и то, что здесь бассейн. Здесь тоже может использоваться внутренние подвалы. Двухэтажные, как правило, они двухэтажные. Один подвал полноценный, остальные двухэтажные. Сейчас я выйду на главную улицу этого квартала, который я сейчас обхожу, показываю вам. И посмотрим дальше. И в торцах этого дома, вот что рядом с бассейном, с этой стороны тоже есть окна. А эти окна уже больше напоминают размер этих самых палат. Палатные. Они тоже разные бывают. Есть больше, есть меньше. Ну, хотя не факт. Просто они уже не такие маленькие, как на фасадах во дворах. Здесь я пока иду. Ничего такого особенного нет. Пока все современное. Ну, как в советском времени. Так, это у нас, то, что я показывала, это школа. На старых, допотопных фундаментах имеет подвалы. Типичная Сталинка. Очень уютные старые дворы. Такие тихие-тихие советские. Очень уютные. Я дошла до перекрестка. Здесь уже немного другой рельеф. И уже видны с торца дома такие отверстия. То ли окна, то ли двери. И в этой хрущевке точно так же. Там тоже они есть. Ну, мы сейчас сюда пойдем. Вот они, эти окна. Из-за деревьев у них было не видно. Сейчас четко видно, что там полноценные окна были. И их используют. А дальше рельеф уже меняется. Все под засып уходит на ноль. И поэтому там уже этих окон, конечно же, нет. Потому что когда выравнивали дороги, ну, как могли, так и выровняли. Здесь частично можно использовать этот этаж. Здесь даже свет есть. Вот я сейчас нахожусь на улице Академика Комарова. А шла я по улице Большая Марфинская. То есть это Марфина. Так, ну, и с этой стороны двора тоже полноценные приемки. А дальше они сходят на нет. Дальше их использовать нет смысла, эти окна. Напротив, вот такие здания. Тот самый квартал, который я обошла. И стена завода. Или научно-исследовательского института. Все за колючей проволокой. Сейчас мы посмотрим эту шарашку с другой стороны. Ну, и так, если мы идем-идем. У нас такое типа сталинского времени, 50-х годов. И дальше такие современные здания, которые скрывают очень интересный объект архитектурный. Ну, конечно, я против такой ужасной архитектуры 70-х годов. Это уже постхрущевское, брежневское время. Но началось это все с Ле-Карбзье, с Хрущева. Вот эта вот утилизация всякая. Без никаких излишеств, одно убожество должно было быть. Даже рядом красно-кирпичное здание. Но это смотрится интереснее. Там под козырьком и то хоть какие-то украшения. Хотя это промышленное здание. Ну, и вот отсюда начинается эта красота за деревьями. Я это, конечно, снимала, говорю, несколько лет назад. Где-то у меня в папках это есть. Надо искать в своих недрах. Вот она та самая шарашка. Ее, в общем-то, внешне отреставрировали. Верхняя часть, она полукруглая с фасада. Она так типа корабля такого. И вот якобы здесь в 19 веке ничего не было. Это была глухая, глухие деревни. Деревянные дома. Провинция глухая. Останкино. Леса. Ничего здесь не было. И вот такая красота сохранилась. Она скрыта вот этими домами 70-х годов. Вы знаете, иногда у меня такое ощущение, что кто-то намеренно это скрыл. Не со зла, а наоборот, чтобы защитить эту архитектуру. Потому что если бы она была вот слишком выпирала, стояла бы вот на фасаде, на улице, она бы привлекала внимание, к ней бы привлекалось внимание активное. Ее так вот сокрыли. Может быть, благодаря этому она и сохранилась. Я уже несколько таких зданий знаю, старинных, старых, которые стоят во дворах, которые ниоткуда не видно, только если специально туда заглянешь. И, может быть, благодаря этому они и сохранились. Вот их прикрыли вот этими ужасными серыми коробками 70-х годов. И сохранили. Нет хода без добра. Вот это Шарашков, который работал, кажется, и Королев Сергей Павлович, и Солженицын здесь даже какое-то время трудился. Потому что он, конечно же, трудился. Потому что временно остальное всех заставляли, паразитов всех заставляли трудиться. Трудились как и действительно герои, так и паразиты. Все работали на благо Родины. Ну и так, я обошла целый квартал, допотопный квартал, который практически уже уничтожен. Но еще есть в фундаментах под старыми зданиями. Хотя и это уже тоже все уничтожается постепенно. И вот такой экземпляр здесь есть. Такая красота сохранилась. Такой кораблик. Хотела бы уйти, но там во дворе еще и амбар, и еще какой-то старый дом. Вот я подозреваю, под красной крышей. Там тоже старый дом на старых фундаментах. Не хочется уходить, хочется любоваться архитектурой. Но надо идти дальше. Еще показать вам несколько домов. Так, еще для меня немножко открыли. Я, конечно, ругаться с охранником не буду. Но это допотопыш конкретный. Итак, в 19 веке во второй половине это был очередной сиротский приют для мальчиков. Очень много было сиротских приютов. Так, есть здесь указатели. И был здесь еще один объект несколько лет назад. Сейчас я посмотрю, есть он или нет. Который доказывает о том, что здесь есть подземелье. Ну, в принципе, вот, допустим, эти гаражи, они стоят на недооткопе. Вот это все можно было откопать. Вот уровень дороги. Вот. Ну, почему-то не откопали вот этот кусочек. Камера немножко срезает вид. Но, тем не менее, видно, что это засып такой небольшой. Неровность. Вытяжка такая большая, большая вытяжка. Так, ну, вот отсюда ее лучше видно. Вот это такой объект. Это вытяжка. Он стоит здесь непонятно зачем. Что это такое с окнами. Ну, возможно, это когда-то был туалет. Может быть. Может быть, этот туалет это маскировка. Маскировка входа подземелья. Вот такой арт-объект. Находится еще в этом районе. Все это сталинские времена. Напротив у нас вход в ботанический сад. Перекресток. И сейчас еще покажу вам дома на улице Кашонкин-Луг. Надо уж показать всю часть этого района, этого квартала. Еще застройка. История застройки этого района. В 1927 года Марфина вошла в состав Москвы, но еще долго не становилась районом массовой жилой застройки. Последние деревенские дома здесь снесли в конце 1960-х годов. Ну, и так, я вышла на улицу опять, которую я начинала обзор. Вот он главный вход ботанического сада. И сейчас мы посмотрим вот эту сторону. Остановка Кашонкин-Луг. И вот я уже вижу дома с окнами. Не дома с окнами, а приемки я вижу. Сейчас прям направлюсь туда. Насквозь, напролом. Ну, да, вот они стоят на старых фундаментах. А почему бы и нет, если здесь... История сохранилась в названии Марфинских улиц и улицы Кашонкин-Луг по имени местной речки Кашонки-Каменки. Кстати, на картах 18 века она значилась Березовкой. Еще до войны южнее Марфина на месте нынешней улицы Кашонкин-Луг был небольшой поселок. Муниципальный округ Марфина появился на карте столицы в 91-м году. На красном кирпиче. Все они на красном кирпиче. Это все проверяло. Все, что касается ВДНХ и ботанического сада. ВДНХ особенно. Я снимала еще с 2013 года. И вот перед нами еще один конкретный допотопыш. По крайней мере, здание на старых фундаментах. Вот так они и стоят, эти здания, вдоль красной линии дороги. Институт театрального искусства. И, если ты убрать, почти будет искусственный интеллект или искажение истории. Конечно, это уже Сталинка. Но, 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 но. Мы же не знаем, как это все выглядело. Нам же рассказывают, что здесь ничего не было. Может быть, эти дома были или сены частично от них сохранились. Их потом восстанавливали. Мы же не знаем, как на самом деле все выглядело. Карты потертые. Если сказано, что здесь ничего не было, ну, значит, здесь и ничего не было. Значит, ничего и не будет в официальных источниках. Ну, это вроде как бы бюст Кобзона. Ну, и здесь тоже полноценные приемки мы видим. А также мы видим вытяжку из подвала и дальше приемки. Следующий дом выглядит современным. Сейчас посмотрим. И вот соколь. Вот, а соколь просто сказка. То, что надо. То есть, еще один момент, еще один дом, который находится на засыпанных окнах, на старых стенах. Вот это все, небольшой, небольшой уровень над землей. Это могло быть все засыпано и не видно ничего. Люди могли ставить свои дома, там, какие-то времянки на ленточных фундаментах или даже опираясь на эти стены, даже не догадываясь, не понимая, что поднимет целое здание. Никто же это не откапывал. Все это было в глине, в грунте. Но есть и есть. Люди не задумывались, когда надо было выживать. Сейчас пойду, еще посмотрю со двора это здание. Оно у нас продолжает. Красную линию и здание вот этого института театрального искусства. Вот они стоят в один рядочек. Это все один стиль, на одном уровне закопов, заносов. Со двора здесь тоже полноценные окна в цоколе и там дальше. Так, и я еще посмотрю торец этой школы искусств. Да, и со двора тоже весь дом стоит на старых стенах, на приемках. А еще двери-то какие-то большие. Когда-то это был вход совсем другой. Не просто одинарные двери, а двойные. То есть была когда-то большая фасадная дверь во дворах. И не только в одном подъезде. Вообще уникальный дом. Возможно он тоже частично, а может быть полностью этот старый дом обложен силикатным кирпичом для сокрытия. Потому что вот у нас еще один подъезд, тоже двойные двери. Здесь были когда-то окна большие. В фасадные. Так что дом этот сам или частично мог оставаться еще со старых времен. Такое ощущение, что он красно-кирпичный, он там просто покрашен. Покрашен белый. Похоже он на красный кирпич под краской, который потихонечку стирается. Так, подъезд открыт прям для меня. Иду снимать. Может быть там нет ничего интересного, но я все-таки гляну. Да, здесь скорее всего ничего нет. Отдельный вход перекрыт. О, подвалы. Вот они, входы в подвалы. Все как положено. Возвлекательно. Возвлекательно. Покрашено. Возвлекательно. Возвлекательно. довольно глубоко полноценный этаж вот вам и хрущевка якобы это допотопный дом и так эти допотопные дома сохранились только по красной линии вот еще следующая стоит также по красной линии просто дворами иду здесь уже у нас все современное и там тоже тоже девятиэтажки возможно уже котлова нарыли так что здесь уже все убрано но кое-что осталось вот тоже продукты в подвале используются следующего дома до потопа же подобного насколько они там сохранились трудно сказать на подвал можно спуститься посмотреть глубину все это дальше вот так выглядит то есть уже все снесено все современное от старого уже ничем не осталось только вон вытяжка так ну здесь обычная глубина в том доме даже кажется она больше и так я иду вдоль и до потопного дома вот которые остались только на улице на красной линии за ними в доварах уже все снесено уже построены новые современные дома старого почти ничего не остается только останется вот наших съемках когда-то дело дойдет и до этих домов но может быть им дадут еще постоять какое-то время может быть лет двадцать а может быть снесут раньше если кому-то захочется понадобится эта земля и они подумают о нет я даже не буду это программировать нет 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 пускай капиталисты уходит хватит уже эти дома очень крепкие они могут стоять и сто лет ничего с ними не будет и двести лет простоят если будет хороший уход очень уютные дворы вообще район уютный но дорога шум это еще один до потоп аж прикрытый такой спрятанный но до потоп аж есть эти дома покрашены в серый цвет такой мужчины якобы под под силикатный кирпич хотя это краска однозначно краска то здесь вот это здание красно кирпичная она осталась красным кирпичом до потопная приемки хорошие такие окна конкретные все как положено как говорится все как мы любим оно не по этой красной линии но как бы вглубь идет ну вот открывается нам такая красота на школу что летом похоже что школу московский технологический колледж ну техникум это было питание вот какие интересные у нас арки но я не думаю что это советского времени дом он явно до до революционный хоть он и настроенный и там тоже приемки видны он и был общественным зданием вот такая там уже советская символика поставлена сталинский ампир так называемый ну не знаю эти арки сталинские достраивались но дом-то допотопный на допотопных фундаментах до глиняного засыпан вон они при ямочке все как положено и с этой с другой стороны да и следующий домик который вот он выступает он идет по красной линии то есть это и был квартал допотопный вот это здание это общественное здание немножко вглубь уходят двора и дальше следующий дом опять по красной линии и так далее все что я вам показываю а вот здесь окна не более узкие чем на дострое вот возможно этот этаж вообще был полностью от старого здания остался и небольшие приемки но мы видим что приемки да там нормальные окна вот такие же вот они более верхние не более широкие то есть первый этаж это одно здание подвал и дальше надстроена надстройка шла дальше нужно еще одна надстройка и пойдем посмотрим соседний дом в завершение это у нас агромадная широченная сталинка агромадная говорю даже как вот то что это сталинка это он дострои 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 но даже вверху как красивый сделан козырек не поскупились за то как смотрится до сих пор и будет стоять если если вы не сломают и если кому-то не понадобится эта территория да вот а у этого техникума мы видим вытяжку пристроенная и соседние это все одни и те же дома допотопные со своими приемками со своими подвалами широченными подъездами широченными большими комнатами вот видно что это большие комнаты это потолки три метра все как положено для людей вот даже если это достроен то первый этаж вот так называемый цокольный он был под заносами мог быть под заносами и на нем построенное вот это здание хотя часть всем могло остаться и от просто вот у нас марфина парк останки на вот место где мы сейчас были вот это вот место вот этот квартал я обошла вот здесь идет у нас разруха разрушается сталинские дома дома который стоят на старых фундаментах и вот у нас с вами концерна автоматика вот она шарашка и детские приют изначально это был сиротский детский приют а что было изначально я не знаю но якобы он построен 1887 году и получается вот такой здесь построили приют а вокруг ничего не было там 27 крестьянских дворов и хихи вот такое красно кирпичное здание здесь какое-то здание я вам показывала виднеется одноэтажная очень интересная тоже думаю допотоп на к сожалению это все закрытой территории было и сейчас она закрытой территории туда не попасть ну вот эта красота она прикрыта с дорог вот этими зданиями вот этим зданием вот этим и только вот вот сюда чуть-чуть виднеется нас дороги вот эта красота так его прикрыли вот здесь находится объект который имитирует скажем так некий объект на самом деле это какая-то какой-то вход в подземелье думаю что здесь они есть существуют между собой и должны существовать потому что дальше все мы проходили вот он институт театрального искусства имени кабзона правильно там бюст кабзона был и дальше вот эти дома на красной линии они все до потопыше вот технологический колледж питание улица кошонкин лук и они все тут были до потопыше ну в общем то я думаю что на сегодня хватит благодарю вас за внимание надеюсь вам было познавательно я вам просто показываю пример как вы также можете исследовать свои собственные места где вы живете я вас уверяю вас будет очень много интересной информации просто приглядитесь прислушайтесь к тому что кто-то когда-то рассказывал что где-то когда-то лазил что были какие-то подземные ходы если у вас есть красно-кирпичные здание церковь я вокруг какие-то неказистые были деревянные избушки то скорее всего у вас был совершенно по-другому выглядела ваш поселок село деревня и это возможно квартал был какой-то допотопный который хранил свои тайны с вами была галина конышева подписывайтесь на канал делитесь видео помогайте каналу благодарю вас за всякую помощь и за репосты и за комментарии всех вам благ до свидания